Идем дальше. Последнее, что мы сегодня разберем, это пользовательские шрифты. Еще украшаем наш сайт. Значит, в доказательство просто вам показываю. Например, берем мы текст, переходим в стиль, типографика и выбираем семейство, то есть шрифт какой-нибудь симпатичный, например, вот такой. И у нас ничего не происходит. То есть все эти шрифты красивые, они работают только с латиницей. Любой шрифт выбираем, и он у нас не сработает. Поэтому нам нужно загрузить пользовательские шрифты, если вы хотите сделать что-то такое, чего нет здесь. Есть тоже очень много различных сервисов, которые позволяют русские шрифты найти. Например, самый популярный Офонд, например. Здесь есть разные шрифты, например, рукописные вы можете выбрать. Тут же наглядно вы видите, как они выглядят. Готические. Меня тут порадовало. Даже есть, знаете, какие ужасные. Не знаю, почему критерия это была выбрана, но, в общем, есть ужасные, есть красивые. Ну, забавно, да, такая у них градация. Ну, давайте выберем что-нибудь такое, чего нет нигде. Рукописные, да, возьмем рукописные, рукописные. Старославянские тоже очень красивые, симпатичные. Вот, у нас это рукописные, да. Много вариантов здесь есть. Вы можете выбрать тот, что вам подходит, что нравится. Давайте выберем что-нибудь такое попроще, да. Вот такое, поровнее. Съешь еще этих мягких французских булок, да, выпить чаю. Выбираем. Кликаем левой кнопкой мыши. Дальше ставим «Я не робот». Обратите внимание, что мы скачиваем формат TTF, шрифт, да. Скачать. Скачивается. Дальше переходим в админку. Так, давайте я вот это закрою. Переходим в админку. Дальше «Элементр», «Пользовательские шрифты», «Добавить», «Добавить вариант шрифта». Нажимаем на кнопку. Выбираем из списка «ТТФ файл», «Загрузить», «Выберите файл». Находим его на компьютере, куда скачали. Так, сейчас, минуточку. Так, он у меня называется «Офонт». Так, вот оно. Хорошо. Открыть. Выбрать файл. Придумываем название. Вот я возьму прям вот так, как он называется. Вот так. И сюда проставлю, да, чтобы мы видели, что выбираем. «Карлсон Беккер». Вот такое название. Окей. Нажимаем «Опубликовать». Переходим в «Элементр». Нажимаем «Обновить». Обновляем страницу, чтобы подгрузилось то, что мы загрузили. Так, давайте выберем какой-нибудь текст, да, например, «Примеры работ». «Стиль», «Типографика». И поднимаемся на самый-самый-самый верх. И у нас здесь появился раздел «Пользовательские шрифты» и наш шрифт, который мы подгрузили. Кликаем. Все за главными буквами. Переходим в «Содержимое». Тут у нас нормально. «Стиль», «Типографика». А верхний регистр. Убираем по умолчанию. И вот так у нас симпатично все получилось. Можем увеличить немножко шрифт. Хорошо. Вот. Замечательно, да? Где вы можете использовать такие вот рукописные особенно шрифты? Это когда вы подпись, например, ставите, да, либо какую-то цитату пишете. Давайте посмотрим, как вот цитата заодно делается, да. А, давайте здесь еще напишем, вот об авторе, да. Заодно напомню, как ставятся в строчку в одну-два, допустим, текстовых поля. Уберем об авторе. Итак, у нас строчка есть «Меня зовут Анфиса Бреус». «Меня зовут» будет обычным текстом, «Анфиса Бреус» будет рукописным. Поиграем, да? Левой кнопкой мыши. Убираем эту строку из поля. Вырезаем. Переходим в «Добавить виджеты». Перетаскиваем виджет заголовок. Пишем первую часть «Меня зовут». Выбираем тег «Див», стиль, черный цвет. Так, шрифт у нас, по-моему, 20 здесь и 400. Да, «Меня зовут». Теперь дублируем эту строку и вместо «Меня зовут» прописываем «Анфиса Бреус». Переходим в стиль, типографика и выбираем тот самый шрифт, который мы загрузили. Хорошо. Все хорошо, только у нас теперь все вот так расположено, да? Как мы делаем, я напомню, как мы делаем так, чтобы все было в ряд, нам нужно поменять позиционирование. Кликаем на первый заголовок «Меня зовут». Дальше расширенные, позиционирование, ширина друг за другом. Кликаем на «Анфису Бреус». Ну, у вас будет свое, да? Расширенные, позиционирование, ширина друг за другом. Ну и добавим отступ между ними. Что-то больно все слипается. Все. Чтобы добавить здесь тоже отступ, а тут тоже все, «Анфиса Бреус» и так далее, просто добавим здесь, ну, можете добавить, вы уже знаете HTML-тег, nbsp, точка с запятой, и у вас получится пробел. Либо добавляем отступ внутри. С левой стороны. Все. Это вот такой интересный вариант, да? Второе. Что еще можем, где можем использовать? Ну, здесь немножко, да, отступ тоже надо еще сверху, наверное, пикселя два, чтобы ровненько было, да? Даже три. Вот так. Хорошо. Хорошо, еще можно в цитате. Когда вы делаете цитату, вы имя тоже можете выделить, человека, который это сказал, выделите таким вот интересным шрифтом. Давайте здесь добавим цитату. Плюс структуру с одной колонкой, виджет. Перетаскиваем платный виджет цитата. Он у нас уже заранее запрограммирован как цитата. Добавим сразу же отступ. Давайте у структуры, у секции добавим отступ проширенных. 50 сверху, 50 снизу. Кликаем на виджет цитату. Сделаем стиль не границу, а кавычки. И разместим по центру. Уберем твиттер-кнопку, она здесь не нужна. И напишем текст цитаты. Мне очень нравится этот цитат Макса Фрая. Вдохновляющее. Нет ничего невозможного ни для меня, ни для тебя вообще, ни для кого. Трудно многое. Да, за что там почти все в жизни трудно. Но невозможно. Это бессмысленное слово. Опасная ложная идея. Макс Фрай. Молодец. Все, а теперь вот Макс Фрай мы сделаем нашим красивым шрифтом. Переходим в стиль. Цвет текста оставляем черным. Автора сделаем, давайте, зелененьким. Вот таким вот, да. Скопируем этот цвет. Вот. И в типографике сделаем побольше шрифт. И сделаем наш шрифт, который пользовательский. Замечательно. Все, обновляем. Что, друзья, на этом все. Смотрим, что у нас получилось сегодня со страничкой. Она становится все более изящной и красивенькой. Смотрите, какие иконки чудесные, да. Вот. И что вы можете теперь украшать еще больше ваши страницы с помощью иконок и шрифтов. Ну что, друзья, на этом все. На следующем занятии мы продолжим изучать виджеты ПРО. Посмотрим виджеты, которые относятся к деньгам, да. Чаще всего у нас на страницах лендинга используется таблица цен, призыв к действию. Вот эти два виджета мы обязательно посмотрим. Также я думаю, что мы посмотрим обязательно обратный отсчет. Это тоже касается денег и лендинга, да. Посмотрим отзывы карусель и рецензии тоже посмотрим. Еще я подумаю, как мы можем обыграть все другие виджеты. Например, кнопка PayPal, кстати, тоже. Давайте ее тоже сюда включим. Все, что касается денег, мы включим вот в эти виджеты, да. Точнее, в следующее занятие. Эта, кстати, кнопка PayPal появилась буквально вот с последним обновлением. Тоже очень здорово. Все, на этом все. Закрываю совместное использование и смотрю, что у вас с вопросами.